Друзья, добрый день. Сегодня мы совместно с налоговой службой опробуем вебинар, в котором будут включены следующие вопросы. Последствия неуплаты налогов, имущественных, порядков взыскания задолженности за 2020 и прошлые периоды, социальный вычет по НДФЛ по расходам на фитнес и другие физкультурно-здравительные услуги, упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов, ККТ при продаже маркированных товаров, новые требования, переход на использование ФФД 1.2 версии, модели фискальных накопителей, а также будет рассмотрен вопрос, связанный с электронными подписями. Вот вопросы-ответы, что в прошлом раз мы рассказывали, и там какие вопросы накопились. Итак, со стороны ФНС номер 2 по Краснодарскому краю с нами будет сегодня Марина Юрьевна Кизевич, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности, Ольга Александровна Владивостокова, заместитель начальника отдела камеральных проверок номер 2, Глухов Олег Евгеньевич, заместитель начальника отдела выездных проверок, и Андрей Константинович Шмидт, заместитель начальника отдела информатизации. Итак, к первому вопросу переходим. Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истек 1 декабря 2021. Есть ли такие граждане, которые до сих пор не оплатили налоги? КАИ сегодня ведется работа по взысканию задолженности. Мы попросим рассказать заместителя начальника отдела урегулирования Марину Юрьевну Кизевич. Будьте добры, расскажите нам. Добрый день, уважаемые налогоплательщики. Межрайонная ФНС РСМН2 по Краснодарскому краю напоминает. Срок уплаты имущественных налогов транспортного земельного налога на имущество физических лиц за 2020 год, а также налогов НДПЛ, уплачиваем по уведомлениям исток 1 декабря 2021 года. Однако некоторые граждане не заплатили исчезленные им налоги до сих пор. Возможно, кто-то не получил налоговое уведомление, кто-то вовсе забыл об обязанности уплаты налогов, а может быть, есть какие-то другие уважительные причины. Мы просим всех, у кого возникли трудности при уплате налогов, обратиться в нашу службу в налоговую инспекцию, и мы поможем со всеми, решим все возникшие вопросы. Также актуальную информацию о наличной задолженности можно получить в личном кабинете налогоплательщика, физического лица, на едином портале в ВОСУ, а также обратившись в личную налоговую инспекцию. Погасить задолженность очень просто. Вы можете выбрать один из нескольких способов погашения задолженности. Это установить официальное мобильное приложение «КНС России Налог.ПЛ». Приложение доступно всем пользователям смартфона. Также с помощью интернет-сервис личный кабинет физических лиц. На едином портале госуслуг в разделе «Налоговая задолженность». Также на сайте «КНС России Банк данных исполнительных производств». Необходимо знать, что неуплата налогов, установленных законодательством срок, может привести к ряду неприятных последствий и дополнительных расходов, таких как пеня за каждый день просрочки, взыскание с должностью по налоговым тонкам, а также пеней через стуль, расходы по уплате госпошлины, исполнительский сбор в случае взыскания через службы судебных приставов, а также на затраты эвакуации транспорта или расходы по оценке реализации арестованного имущества. Теперь более подробно рассмотрим вышеперечисленные последствия. За неуплату налогов в срок начисляется пеней из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на центре усадки ставки регионсирования Банка России. Период просрочки исчисляется со следующего дня после установленной даты уплаты налога, по день фактической его уплаты включительно. Если вы не уплатили налог в срок, налоговая инспекция направит вам требования о выплате недонки и пеней. Обращаем внимание, всем пользователям личных кабинетов мы уже такие требования направили, нужно заходить и проверять. Такое требование содержит следующие средства. Сумма задолженности по налогу, размер пеней на момент направления требования, срок уплаты налога, срок исполнения требования, также меры по взысканию налога, которые будут приняты в случае неисполнения этого требования. Если имеется какая-то другая непогашенная задолженность, она отображается в строке справочной. Указанные требования суммы должны уплатить в течение 8 рабочих дней со дня получения этого требования. В случае направления требования по почте с заказным письмом, оно считается полученным, то есть в течение 6 рабочих дней с момента направления этого письма. При неисполнении требования срок, налоговый орган обязан подать заявление в суд, чтобы взыскать задолженность за счет имущества должника, в том числе денежных средств, находящихся в банке, либо наличных денежных средств. Если задолженность по требованию превышает 10 тысяч рублей, налоговый орган обращается в суд с заявлением в течение 6 месяцев от трока исполнения требования. При подаче налоговым органом заявления о мировом суде по вашему местожительству судебный приказ выносится без проведения судебного разбирательства и судебного заседания. После вступления в законную силу исполнительного документа нападают в суде судебных приставов. Судебные приставы исполнительные обладают широкими полномочиями, в том числе установление ограничений на выезд до предела Российской Федерации, возможность наложения ареста и реализации недвижимого имущества транспорта должника, также наложение запретов на заповеджение между имуществом и транспортными средствами, списание денежных средств и счетов депозитных и расчетов депозитов налогоплательщика. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав исполнителей взыщет еще исполнительский сбор, а это 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Кроме того, о неисполненной обязанности об уплате задолженности налоговый орган может проинформировать работодателя должника, а также направить ему или иному, выплачивающему вам заработную плату, пенсию, степендию или иные периодические платежи, исполнительный документ о взыскании задолженности. Уважаемые налогоплательщики, впереди грядут новогодние праздники. Кто-то планирует, возможно, выехать за пределы Российской Федерации. Необходимо напомнить, что те граждане, которые имеют задолженность, могут столкнуться с проблемами при выезде за границу. Там отслеживают таможенная служба, отельных листов, отслеживают наших должников и, соответственно, не выпускают за пределы. Поэтому либо не выпускают, либо просто поплатить сразу же на месяц, только должность. Давайте встретим Новый год без долгов. Социальные налоговые вычеты по налогам на доходы физических лиц предоставляются в тех случаях, когда граждане несут определенные социальные расходы. Например, оплачивают обучение, лечение, оказывают благодарительную помощь. В СМИ появилась информация, что в будущем году получить социальные вычеты можно будет по расходам на фитнес и другие физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом нам сегодня расскажет заместитель начальника отдела камеральных проверок номер 2 Ольга Александровна Владивостокова. Будьте добры. Здравствуйте. Действительно, социальные вычеты по расходам на фитнес и другие физкультурно-оздоровительные услуги на себя и на ребенка можно будет получить по доходам, полученным с января 2022 года. Если физкультурно-оздоровительная организация либо предприниматель будет включен соответствующий перечень. Для этого нужно подать будет налоговый орган заявления о подтверждении права на вычет либо декларацию по форме 3НДТР. На данный момент в этот перечень входит 3836 организаций по всей Российской Федерации. Этот перечень можно увидеть на сайте Министерства физкультуры и спорта. Постоянно этот перечень обновляется, поэтому отслеживайте, у кого вы занимаетесь, вы можете подавать эти декларации. Воспользоваться вычетом отношений доходов, полученных начиная с 1 января 2022 года, можно будет резидентом Российской Федерации, получающим доход и облагаемых в поставке 15%. Если вы будете оплачивать счет за счет собственных средств и указанные непосредственно за себя и за ваших детей в возрасте до 18 лет. Физкультурно-оздоровительные услуги, а также оказываемые услуги физкультурно-спортивной организации индивидуальных и понимательных на дату, когда вы фактически произвели расходы, должны быть включены в эти перечни, которые я уже говорила выше. Предельный размер вычета не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами, за исключением вычета по расходам на обучение детей и зарогостоящей лечения. Это согласно статье 219 налогового суббота Российской Федерации. Получить социальный вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно у работодателя в течение календарного года, в котором оплачены услуги, то есть начиная с 22 года, можно обратиться в налоговый орган заявления о подтверждении права на получение социального налогового вычета и подтверждающими документами, которыми является копия договора о представлении физкультурно-оздоровительных услуг и картовый чек. Налоговый орган в течение 30 календарных дней должен проинформировать о результатах рассмотрения заявления и в случае положительного решения направить работодателю и уведомления о подтверждении права на получение вами социального налогового вычета. Согласно статье 219 налогового кодекса Российской Федерации. Вторым способом получения вычета можно будет воспользоваться не ранее 2023 года. Надо будет обратиться в налоговый орган по окончании календарного года и подать декларацию по форме 3НДФО. В декларации нужно будет тоже приложить копию договора о представлении физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. По общему правилу декларация предоставляется не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на вычет. Если декларация представляется исключительно целью получения налогового вычета, то ее можно будет подать и после 30 апреля и воспользоваться этим вычетом по доходам за истекший календарный год можно не позднее трех лет, после его окончания. Замечательно. Имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также инвестиционный вычет при открытии индивидуального инвестиционного счета можно получить в упрощенном порядке. Можно вот еще по этим вопросам нам разъяснить, как это работает и что есть рассказать нашим зрителям? Да, с 21 мая 2021 года вступил в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения налогополучивщиками, физическими лицами инвестиционного и имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и уплату процентов по займам кредитам в упрощенном порядке. Это согласно федерального закона номер 100 от 20 апреля 2021 года. В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ПНС России, это, скажем так, одно из основных условий, что платильщик должен иметь личный кабинет. Поэтому желательно тем, кто хочет воспользоваться имущественным вычетом, пооткрывать личные кабинеты, вы будете иметь возможность этим воспользоваться. Они могут получить этот вычет существенно быстрее, без необходимости направления в налоговые органы декларации 3НДФЛ и пакета документов, подтверждающих право на этот вычет. Вся информация, необходимая для проверки граждан на налоговый вычет, поступает в налоговые органы с их согласия напрямую от налоговых агентов банков, участниками информационного обмена с Федеральной налоговой службой России. При этом вычетом в упрощенном порядке могут воспользоваться только граждане, заключившие договор на приобретение недвижимого имущества, либо заключившие договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с банками, налоговыми агентами, присоединившимся к такому информационному обмену. Участие банков в информационном взаимодействии с Федеральной налоговой службой России является добровольным. Актуальный перечень участников информационного взаимодействия, являющихся основными источниками сведений для представления вычета в упрощенном порядке, размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. На данный момент участниками информационного взаимодействия являются банк ВТБ, акционерное общество Сберуправление активами, Росельхозбанк управления активами, акционерное общество Тинькоффбанк и управляющая компания Альфа Капитал. Налогоплательщики будут проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке специальным сообщением в свой личный кабинет на сайте ФНС, непосредственно по факту поступления от банка от таких сведений, а также могут отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога. Таким образом, до появления предварительно заполненного заявления в личном кабинете налогоплательщика не требуется ему осуществлять каких-либо действий. Налоговый орган в срок до одного месяца с даты подписания налогоплательщиком предзаполненного заявления осуществляет его камеральную налоговую проверку и в случае положительного решения возврат денежных средств осуществляется в течение 15 дней. То есть на всю проверку от момента подписания заявления до получения денег уйдет не более полутора месяцев. Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к налоговому агенту банку, с которым заключен договор на введение индивидуального инвестиционного счета, либо договор по приобретению имущества. Необходимо также отметить, что упрощенный порядок не отменяет возможности получения налоговых вычетов посредством подачи декларации 3 НДФЛ. Но срок проведения камеральной налоговой проверки в таком случае останется прежним и составит 3 месяца на проверку и месяц на процедуру возврата денежных средств. То есть в районе 4 месяца. Подобнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно будет ознакомиться на промо-странице упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы России. Большое спасибо за информацию. Приглашаем Олег Евгеньевича. Следующий вопрос его. Практически на каждом вебинаре мы отвечаем на вопросы налогоплательщиков по применению контрольно-кассовой техники. Сегодня с нами на связи заместитель начальника отдела везданых проверок Олег Евгеньевич, про который я только говорил, который ответит на вопросы, связанные с применением ККТ при продаже марктированных товаров в переходе на использование ФФД версии 1.2 и моделях фискальных копителей. Олег Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Очень много поступает вопросов по форматам фискальных документов 1.2 и фискальным накопителям 1.2. Какими документами регламентируются переходы на использование контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей, поддерживающих режим маркировки? Переход на использование ККТ и фискальных накопителей, поддерживающих режим маркировки, регламентируется статьями 4 и статьей 4.1. Требования контрольно-кассовой техники и требования к фискальным накопителям Федерального закона номер 54 ФЗ 22.05.2003 года о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчета в Российской Федерации. Кроме того, пунктом 6.1 статьи 1.2 этого же закона, пользователи КПТ, осуществляющие расчеты за маркированные товары, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны направлять, вносить информацию о таких товарах в информационные системы маркировки. В момент расчета за такие товары обязаны формировать данные о таких товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием контрольно-кассовой техники, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и их передачу с использованием этой КПТ операторов информационных систем маркировки через оператора фискальных данных. За исключением случаев, используемых, применяемых в статье 2.7. Пользователи автономных, контрольно-кассовая техника, которые работают без передачи фискальных данных, при осуществлении расчетов за маркированные товары, обязаны проверять достоверность кода в их маркировке с использованием КПТ. Фискальный накопитель, который обеспечит возможность проверки, если код маркировки содержит код проверки, который может быть самостоятельно проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки, кода маркировки. Следующий вопрос, который поступает от налогоплательщиков, это требования к фискальным накопителям и переход на использование формата фискальных документов 1.2 и модели, какие используются фискальных накопителей. Но новые требования к контрольно-кассовой технике и фискальным накопителям вступили в силу с 6 августа 2019 года. Изготовителям контрольно-кассовой техники и ФН было предоставлено 2 года приведения производимых ими контрольно-кассовой техникой и фискальных накопителей в соответствии с новыми требованиями КПТ и ФН, которые истекли 6 августа 2021 года. В настоящее время в реестр фискальных накопителей включены сведения о моделях фискальных накопителей, которые поддерживают работу с форматами фискальных документов 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям к фискальным накопителям. Все экземпляры фискальных накопителей в 1.1 подлежат исключению из реестра фискальных накопителей после 6 августа 2021 года. За исключением тех фискальных накопителей 1.1, которые были зарегистрированы в установленном законном порядке до 6 августа 2021 года. После 6 августа 2021 года регистрация, перерегистрация экземпляров фискальных накопителей 1.1 в составе КПТ не будет производиться. Но в то же время фискальный накопитель, который не поддерживает работу формата фискального документа 1.2, но был зарегистрирован, то есть активирован до 6 августа 2021 года, можно использовать этот накопитель в составе такой контрольно-кассовой техники после 6 августа, вплоть до окончания срока действия его фискального признака, даже при реализации маркированных товаров. Но более простым языком сказать, фискальный накопитель, который зарегистрировали до 6 августа, можно использовать после 6 августа до окончания срока действия его фискального признака. По информации, полученной от ФНС России и от изготовителей контрольно-кассовой техники, предельный срок подачи им и ФНС России заявлений на включение в реестр КПТ и сведения о моделях КПТ, которые будут обеспечить формирование фискальных документов в соответствии с форматами версии 1.2, не выйдет за пределы 1 февраля 2022 года. Но при этом, по имеющей информации от изготовителей контрольно-кассовой техники, по некоторым моделям КПТ не планируется поддержка формирования фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов 1.2. В этой связи ФНС России доведет дополнительно список моделей КПТ, по которым началась или планируется сертификация контрольно-кассовой техники с поддержкой формирования фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2. И список моделей КПТ без планируемой поддержки 1.2. Если какие-то возникают у налогоплательщиков вопросы, мы ответим всегда по телефону 7-72-42. Звоните, пожалуйста, мы на все интересующие вас вопросы дополнительно ответим. Спасибо. Олег Евгеньевич, спасибо. Переходим к следующему вопросу. С 1 июля получить квалифицированный сертификат, включая проверки электронной подписи, можно его в удостоверящем центре ФНС России. Услуга данная бесплатна. Электронная подпись выдается в территориальных налоговых органов, в том числе и в межрайоны ФНС номер 2 по Краснодарскому краю. На вопросе получения квалифицированной электронной подписи, поступив уже от налогоплательщиков, нам ответит заместитель начальника отдела информатизации Андрей Константинович Шмидт. Первый вопрос. Какие изменения нас ожидают при работе с электронной подписью после 1 января 2022 года? Добрый день, уважаемые налогоплательщики. Я, как сотрудник, который непосредственно связан с работой УЦ и выдачей электронных подписей, регулярно получаю вопросы от такого плана. Подходит окончание года. Как известно, с 1 января 2022 года меняется существенный порядок работы с электронными подписями. И соответствующие у людей возникают вопросы, что будет происходить с теми, имеющимися в их наличии, выданными уже электронными подписями, которые были выданы коммерческими УЦ. Так вот, хочу успокоить многих из них. В соответствии с последними разъяснениями, которые были даны в рамках комплексной нормативной базы, как налоговой служб, так и других учреждений, можно уверенно сказать следующее. Для всех удостоверяющих центров, которые прошли переаттестацию по новым правилам, электронная цифровая подпись будет продолжать действовать до окончания соответствующего срока, указанного в сертификате электронной подписи. То есть, если, скажем, налогоплательщик получил в коммерческом УЦ электронную цифровую подпись, которая, скажем, заканчивает свое действие в начале следующего года или в марте следующего года, то в этом случае переживать его нечего, то есть, скажем, подпись будет действовать так же, как она и действовала до этого. При этом важно обратить внимание на следующий момент. Скажем, все озвученное касается вещей, касается электронных подписей, которые были получены плательщиком, непосредственно плательщиком удостоверяющего центра, прошедшего переаттестацию. Список УЦ, которые прошли переаттестацию, можно увидеть на сайте Федеральной налоговой службы, а также на сайте, на главной странице сайта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в разделе Башни. Можно посмотреть внимание, кто прошел, кто не прошел, чтобы уже оперировать. Если, скажем, УЦ не прошло переаттестации, то в этом случае сертификат становится с 1 января 2022 года невалитным. Но основные наши плательщики прошли переаттестацию по новым правилам до 1 июля 2021 года. И поэтому, в принципе, я имею в виду КАКСКОМ, который является наиболее популярным для многих естеств плательщиков. И поэтому, в данном случае, переживать уменьшим. Вот хочу и хочу просто еще остановиться на том моменте, если какой-то плательщик получил соответствующий сертификат и рекламной цифровой подписи у удостоверяющего центра, который не прошел переаттестацию до 1 числа, но затем прошел переаттестацию. Так вот, в данном случае будет срок действия сертификата его. Сертификат будет валидный в том случае, если этот сертификат был выдан с того момента, когда такой удостоверяющий центр прошел соответствующий переаттестацию и переатредитацию. Таким образом, для примера, чтобы все это разъяснить на конкретный пример, скажем, человек, плательщик получил ретерно-цифровую подпись УЦ, допустим, 1, ну или, скажем, 10 июля. А этот УЦ прошел переаттестацию по новым правилам в соответствии с 63 ФЗ только, допустим, 21 июля. Поэтому этот сертификат в данном случае будет невалитным. И, скажем, срок его действия закончится 1 января 2022 года. Если при этом... Ну, такие УЦ, как правило, идут на... Такие... Понимают это и руководители УЦ, и, соответственно, они идут на встречу и переупускают просто УЦ с более поздним сроком для самих платежщиков. Да, также надо обратить... Хочу обратить внимание к платежщикам на следующие моменты. Электронно-цифровую подпись с 1 января 2022 года можно получить в одном из уполномоченных для этих целей лиц. В частности, да, то есть, какими лицами, если вы индивидуальный предприниматель, или будет являться Федеральная налоговая служба, а также список доверенных лиц Федеральной налоговой службы. Если вы муниципальное или государственное учреждение, то в этом случае сертификат будет необходимо получать в отделениях казначейства. Если вы какое-нибудь кредитное учреждение, то в одном из подразделений Центробанка. Хочу еще обратить внимание, это тоже такой достаточно важный момент, чтобы люди не путали и чувствовали всегда разницу между аккредитованным ПЦ и доверенными лицами ФНС. И тот и другой выпускает усиленно квалифицированную подпись, но в данном случае доверительный УЦ, аккредитованный УЦ будет выпускать подпись этого от своего имени. А доверенное лицо ФНС это такой же аккредитованный по новым правилам УЦ, но который ему государство делегировало право выпускать электронную цифровую подпись от имени ФНС. То есть список доверенных лиц можно также найти на сайте Федеральной налоговой службы. Из каких-то наиболее крупных это Банк ВТБ, Сбербанк и АО автоматизированные системы. Это вот какие-то наиболее крупные. Поэтому, скажем, такие, если вы получаете у одного из таких доверительных центров, то в вашем сертификате будет в качестве УЦ фигурировать, удостоверяющего центра фигурировать налоговая служба. Ну, в общем, так. Ну, примерно так. Да, да. Я понял. Да, ну, да, вопрос непростой. Я думаю, что кто, как говорится, первый раз не расслышал, послушает это еще в записи, потому что мы это все публикуем. Поэтому, друзья, там у кого что возникло, либо слушайте еще раз, либо обращайтесь, мы это разъясним в одном из следующих, как говорится, наших вебинаров. Переходим к вопросу номер два. Звучит он следующим образом. Возможно ли сейчас выдача сертификата ключа электронной подписи заявителю без его личного присутствия, а лишь уже по имеющимся у него электронным подписям, доверенностям, либо биометрическим персональным данным? Спасибо большое, Андрей. Спасибо. 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 Значит, вопрос номер три. Индивидуальный предприниматель сменил место жительства. Потребуется ли ему перевыпускать сертификат ключа для проверки электронной подписи? Ну, да. Хочу, прежде всего, подчеркнуть, что смена сертификата в соответствии с действующим законодательством производится в том случае, что изменился один из электронных визитов, который был включен в сертификат. То есть, и отмечу те поля, которые предпринимаются в сертификат, чтобы плательщики представляли себе информацию, которая в этом содержится. Ну, прежде всего, это уникальный номер квалифицированного сертификата, дата начала, дата окончания еврейства, затем обязательно включается комедия на отчество, да, то есть затем основной регистрационный номер угромитв или угромитв для юридического лица, также обязательно является поля, является СНИС, является ММА, также включается уникальный номер проверки УП, да, то есть плюс наименование места находения средств, который будет квалифицированным, да, то есть эффектно указывается на именовании тех средств, у которых была произведена генерация, это, то есть это такой немножко, там, удовольствие технической информации, да, то есть и сам, есть такая такая обязательная поля, как индикатор, в отличие от уникального номера квалифицированного сертификата, он, конечно, образом должен подтверждать факт присутствия или биометрического подтверждения, да, то есть сертификата ключа. Вот. Нискорее из этого, да, то есть обязательно реквизитом в сертификате для физического лица адресное скажительство не значится, то есть он обязательно для юридического лица, но для физического лица нет. Я понял, спасибо. Следующий вопрос. Сохранится ли после 1.01.2022 для организации индивидуальных предпринимателей возможность предоставлять налоговую отчетность через уполномоченного представителя, действующего по доверенности и подписывающего отчетность своей электронной подписью? Или каждый налогоплательщик должен будет вынужден самостоятельно сдавать отчетность? Я хочу вам большой раз еще раз подчеркнуть, что нормы налогового кодекса, касающиеся налогоплательщиков, взаимодействуют с налоговой службой через представителя, не демонстрирующего, поэтому представитель, действующий на основании доверенности, может быть уполномочен подписывать декларацию своей помощи. При этом надо отметить, что если достоверность данных подтверждает некий уполномоченный представитель, то в самом расчете декларации должно быть основание представительства. Это так называемое, это не требовало закона, и, скажем, в случае непосредственного представления, это одно поле, в случае, значит, расчеты или декларации через уполномоченное лицо, то есть в самой декларации для расчета будет указано признак уполномоченного лица. При этом закон говорит, что в рассматривании случаях налоговой декларации должно быть приводна копия документов, подтверждающих полномочий представителя, на подписание налоговой декларации, либо подтверждающую указку полномочия документа электронной формы, подписанной в дюссильной квалифицированной пропусе декларации. Хочу просто, да, так, более немножко простыми словами, да, то есть сказать, во что это вырождается на практике. То есть, таким образом, договоренность налогового органа в настоящее время через уполномочного представителя может быть осуществлена следующими способами. Первый, да, то есть классический, да, то есть бумажная доверенность для индивидуального предпринимателя материального доверенного, для юридического лица, это документ с печатью и подписью лица, имеющего право действовать от юридического лица без доверенности. Да, таким образом, этот документ приносится в налоговый орган вещества, и соответствующее лицо имеет, по-моему, в данном случае, полномочия отдавать декларацию или взаимодействовать с налоговой службой под именем соответствующего лица, да. Второй формат, это, скажем, та же самая доверенность или документ, подтверждающий те или иные полномочия, сканируется в ПДФ формате, да, то есть отсылается в налоговое службу, подписанное усиленно квалифицированное прописи лица, по-моему, право действовать без доверенности от именем юридического лица или индивидуального предпринимателя. Третий вариант, да, то есть, скажем, это дополнение первой, когда, собственно говоря, оплательщик оправляет комплект документов по почте с объявленной ценностью, да, то есть законодательный предусмотренный способ. Ну и, наконец, четвертый способ, когда оплательщик достаточно новый, да, то есть взаимодействие подтверждает полномочия лица действовать от своего умения с помощью электронной доверенности. Формат вот этой электронной доверенности был предъявлен 30 апреля текущего года. Механизм ее состоит в том, что оплательщик выполняет форму КНД, да, 111-0-310, да, то есть соответствующая членовая форма позволяет и подписывается с оплательщикой системой квалифицированной прописи, да, то есть в случае юридического лица еще распечатанного. Я понял, ну в целом, да, особо ничего не изменилось. И, соответственно, если у кому-то какие-то будут сложности, то, в принципе, в рамках действующего законодательства все это, в принципе, нормальным образом решается, либо так, либо так. Следующий вопрос звучит следующий. Так, таким образом, нужно ли сотруднику организации или работнику ОИП, скажем, бухгалтеру при обращении в коммерческие кредиторные удостоверяющие центры для получения электронной подписи, начиная с 2022 года предоставлять доверенность от организации ИЛИПЫ, выданной на его имя? Да, потому что это тоже такой достаточно популярный вопрос. Да, хочу подчеркнуть, что с 01.01.2022 года квалифицированный сартификат, включая проект ИЛИПЫ, выдается индивидуальному предпринимателю, либо не юридическому лицу с указанием в качестве владельца сартификата гражданина, имеющего права действовать в ДТВ. То есть, по сути говоря, это все то, о чем я уже говорил, да, то есть мы как аккредитованные лица, да, то есть налоговая служба, скажем, наши доверенные лица, мы выдавим в настоящее время сертификат усиленных и уфицированных офисов только лица, которые либо являются, либо действуют без доверенности от имени ИЛИПЫ, а либо являются индивидуальными предпринимателем. Поэтому, да, то есть, надо понимать, в чем проблема, допустим, бывает предприятие, где, допустим, несколько лиц, которые фактически номинально являются номинального директора, например, генерального директора или каких-нибудь исполнительных директора и директора по основным пунктам развития, да, то есть вот такого данного, то есть если вы ставите профессионально для этих лиц право действовать в бездоверенности от имени ИЛИПЫ, такое тоже бывает, да, когда несколько лиц профессионалов, да, то получить в данном случае у нас электронный сертификат, электронный цифровой корпус, может только лицом, которое, которое может иметь право действовать без доверенности от имени ИЛИПЫ, для всех остальных лиц, возникает необходимость обращаться к лицам, да, аккредитованным по моему праву. Так вот лицом выдает этот сертификат без ссылки на то лицо, которое, от имени которого он может и не может совершать соответствующий лиц. То есть формально, как для физического лица, который хочет выполнять, как для одного из этих действий, за имени ИЛИПЫ, так и для юридического лица. То есть показано, как данные данные самого физического лица. Таким образом, этот сертификат мало чем, в принципе, отличается. Отличается просто от простого, простой усиленной квалифицированной подписью, введенной на физическое лицо. Вот. Таким образом, физическому лицу после 01.01 при обращении в коммерческие лица с целью получения ИЛИПЫ вообще не нужно предоставлять никакие доверенности от организации, потому что это, во-первых, не указывается ни в каких предвидетах, этого сертификата. Фактически, любая его доверенность, все равно она будет предоставлять на доверенность лица, они еще права снова действовать от имени предпринимателя или юридического лица. Понятно. Спасибо за развернутый ответ. Значит, следующий вопрос. Таким образом, что делать, если руководитель организации или индивидуальный предприниматель потерял защищенный USB-носитель, на котором удостоверящее Центр ФНС России записал ключ в электронной подписи? Хочу подчеркнуть, что утрата контроля на носительном, и счет компрометации включает, даже если она через некоторое время будет найден, нет гарантии того, что ключи на этом воспользовались и с помощью него не совершили эти биоретические начинные действия. Поэтому, в случае обнаружения пропажа, у налогоплательщика должны быть определенные алгоритмы действия. В частности, в случае одного дня, в том момента обнаружения пропажа, он должен обратиться в ОЦ России для предпрощения действия по административному сертификатуру. Учитывая основания для обращения, мы можем представить любую точку виду этих сертификатов. ОЦ РНС России аннулирует сертификат включая проверку лица ИВП и опозициям реестр сертификата, даты и основания номера. Аннулированные сертификаты, соответствующие использовательные номера. Также, пусть это все, на прочем, находятся участники данного электронного взаимодействия, гражданского оборота, о том, что данный данный сотрудник подъявляется скомпрометированным, и не стоит на него, скажем так. Понятно. Ну, в принципе, это стандартная процедура для всех ключей. Вопрос, ну, скажем так, насколько заинтересован там директор или главный бухгалтер суетиться, один ключ отзывать, второй выпускать. То есть, ну, нашел, нашел. То есть, тут, коллеги, надо понимать, что цифровая подпись является налогом, собственно, ручной, и, соответственно, если от вашего имени день сертификата будут выполнены, как уже выше было сказано, юридически значимые действия, то вы не сможете потом сказать, что я не знал там и все остальное. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к утрате ключей достаточно серьезно. Если вы его утратили, ну, и даже потом нашли, просто перевыпустите. Денег это не стоит в данном случае, ну, а спокойнее будете спать совершенно точно. Следующий вопрос. Я это имею в виду, да. Да, для юрлица это фактически, ну, директор же он в комплекте с подписью обычно действует для ООО, да, поэтому так и есть. Хорошо, следующий вопрос. Сколько действующих ключей электронной подписи, выданных удостоверяющим центром ФНС России, может быть, одновременно на руках у руководителя организации, либо индивидуального предпринимателя? Согласно 19-му пункту, порядка реализации федерального обслуживания функции аккредитованного удостоверяющего центра, исполнение обязанностей при поступлении на церковь на островский заявление о получении проектированного сертификата, включая проверки, то прекращается действие всех равных удостоверяющих сертификатов. Таким образом, действующим сертификатом, может быть, только один, сертификат ключа одного лендерца. Опять-таки, надо же, надо здесь оговориться, это действующий в рамках данного ООО. То есть, по сути говоря, если человек имеет действующий сертификат коммерческого ОООО, и обратиться к нам за получение еще одного ОООО, то у него будет два ООООО, и все будет действующим до срока окончания действия. При этом, если он обратится к нам, а сделано было это одним из доверенных лиц, ну, скажем, допустим, это было видно, сертификат был вытащен в Тербанк, все превращается к нашему, и мы вытащили еще один сертификат. А сертификат будет там влево, сходя эту шедневную на нашем лице. То есть, здесь важно, что в пределах одного улица один. Спасибо. Вопрос номер восемь. Сколько ключей электронных подписей может быть на одном токене? Вправили ли сотрудники доставящего центра ФНС России требовать от заявителя предоставить инициализированный носитель и проверить последний на предмет отсутствия на нем других данных? Заявитель правил обратиться в УЦРНС России или к его доверенным лицам по своему выбору с целью создания либо только квалифицированного сертификата ключа проверки, либо еще и ключа ОТО. Создание ключа ОТО, и ключа проверки ОТО, может осуществляться заявленным самостоятельным, в том числе с использованием средств ОТО, УЦРНС России, или по его заявлениям оператором УЦРНС России, или оператором доверенного вам лица. В случае самостоятельного создания ключа ОТО, и ключа проверки ОТО заявитель должен следовать правилам и сложным эксплуатационной документацией на средства ОТО. Также в целях, в каких целях, для ВИФ и предлагается использовать интерактивные силы. Я, в принципе, попытаюсь повторять, да, то есть здесь немножко более разумно, когда я до этого. По сути говоря, оператор, который превращается в наш доставляющий центр для получения ОТО, может это сделать двумя способами. Первый, он заявляет о том, чтобы налоговая служба провела весь комплекс работ по выдаче усиленного квалифицированного включая и креомы корпуса. Для этого он приносит заранее инициализированный в соответствии с пунктом ИГЛАН, там должно содержаться какие-то данные для исключения данных и инсуализации. Это первый вариант проведения событий. Второй вариант проведения событий. Плательщик самостоятельно, с помощью каких-либо средств, то есть с помощью определенного, грубо говоря, аппаратно-программных средств, генерирует закрытый ключ и приносит нам запрос с целью сгенерировать закрытый ключ сертификат этого ключа. То есть зарегистрировать грубо говоря открытый ключ в нашем ЦЭЛе, то есть получить соответствующий с артификатом. В этом случае, человек, который предполагает носить связь с этими данными, должен будет содержать закрытый ключ, но и никакой оценки, и никакой проверки данного ключа со стороны сотрудников предоставляющего оценка производится не будет. То есть, скажем, есть там какие-то данные, нету какие-то данные, данные, кроме закрытого ключа данные, данный анализ оператор не проводит и проводит не вправе. Ну, как бы вот вот такой настоящий объемник. Поэтому тут надо четко определиться, по какому сценарию человек хочет получить это, в зависимости от этого, то есть можно можно говорить о том, какой он должен быть и что там должно быть. При этом, да, хочу еще подчеркнуть, что, скажем, если одно лицо является одновременно индивидуальным предпринимателем, инвектором такого-то организации, то, в принципе, современная нормативная правовая база не ограничивает записи двух и более соответствующих электронных цифровых подписей на один и тот же население. поэтому, скажем, и принципы практика, на соответствии с различными объяснениями, в том числе по виду безопасности в рамках КНС, они в рамках этих объяснений было неправильно сказано, что если человек является, допустим, руководителем более чем одного лица, то есть трех лица самоделеваемых поджимателей одновременно, то все эти ключи могут быть размещены на одного насилия. Но имеется в виду за один приход, он приходит и хочет сделать вот эти все ключи, то есть на один насилие. Он приносит насортированный насилие, но на киеве записано все на один насилие, если может приходить. То есть в данном случае противоречия нет. Если он приходит на следующий день, то все не являются специализированы. Но какая-то вот такая калузинка. Спасибо. Это был последний вопрос с моей стороны. В принципе на сегодня все вопросы разобраны. Друзья, если у кого-то по ходу ведения данного вебинара или в целом возникли какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста обращайтесь на официальные e-mail ФНС, либо пишите мне каким-то образом в личные сообщения, либо в комментариях. Соответственно вопросы будут сгруппированы, переданы ФНС, и в одном из следующих вебинаров вы получите на них еще повышенные ответы. Спасибо. На сегодня конференция закончена. Хорошего дня. Удачи вам. Удачи вам.